всем привет как скачать целиком весь сайт ну это иногда сейчас я вам покажу с помощью утилиты вегет это можно сделать но это конечно же linux под windows вы можете поставить цигвин окружение linux да и там вегет тоже доступен и в этом тоже выкачать вот ну либо какие-то не знаю там программы качать но зачем если есть вегет так вот для чего это нужно ну к примеру вот интересный сайт почему я его показываю потому что когда-то его по моему сохранял вот вот интересный сайт здесь какие то есть алгоритмы и все такое так вот иногда хотелось бы хранить у себя и в режиме оффлайн перемещаться просматривать и все такое потому что интернет есть не везде и не всегда а нам иногда нужна какая-то справка ну короче для чего для чего каждому для чего то возможно и надо так вот чтобы это сделать нам нужно нам нужно перейти в терминал и набрать то что я сейчас наберу набрать вот вот это вегет дальше тире r ну это указывает то что нужно рекурсивно r рекурсив переходить по ссылкам на сайте чтобы скачивать страницы дальше к что такое камень к используется для того чтобы преобразовывать все ссылки скаченных файлах таким образом чтобы по ним можно было но переходить локально то есть в оффлайн режиме дальше p p у нас указывает на то что нужно загрузить все файлы которые требуется для отображения страниц но там картинки иногда требуется еще чего-нибудь вот для отображения странички надо какие-то там стиле css нужны и все такое дальше вот это а вот l до пропустил что такое l l это как бы определение что ли в глубины вложенности страниц что-то такое а вот оно по умолчанию по моему равно вроде бы 5 я поставил 6 можно конечно поставить и 50 но мне кажется это можно настолько глубоко зарыться что 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 даже не знаю я не пробовал но если хотите попробуйте вот дальше и и это указывает что к загруженным файлам нужно расширение html добавлять и nc по моему до при использовании данного параметра это указывается чтобы короче файлы не были перезаписаны ну типа если прервалась загрузка то есть эти файлы какие ну те которые уже есть они перезаписаны не будут вот вот такой но давайте нажмем enter я нажал enter и у меня понеслась закачка закачка и get to go файл вот но по поводу кам по поводу команды в get у меня будет еще отдельные видео о ну а сейчас дождемся пока все закачается я сейчас нажму на паузу а потом продолжим и так у меня вроде бы все закачалась и скачано будет ну там где вы находились в директории в находился территории тмп в сайтах и будет создана папочка algaliz.ru ну по имени да вот по имени algaliz.ru дальше вот мы сюда зайдем и как вы видите давайте посмотрим сколько вообще сайт этот занимает всего лишь 16 мегабайт и вот у нас есть индекс и давайте его откроем индекс и что мы здесь видим о елки-палки здесь проблема с кодировкой ну проблему с кодировкой как там решать где-то тут было а где-то меню где-то меню где-то меню и давайте и понял вот же над правильно правильно почему ладно а вот все поет текст энкодинг и давайте на не это у нас по моему по моему по моему какая же там кодировка windows windows я уже не помню по моему 1251 было елки-палки а во 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 выставили вот кириллица windows все сайт у нас скачан ну так как он очень уже до давний еще по моим институте учился он еще с тех пор был вот смотрите уже 19 лет короче и мы можем теперь в режиме оффлайн смотреть что-нибудь волновой алгоритм крестики-нолики игра ну да ну да почему-то на кириллицу ну установили кириллицу и все хорошо возможно другой браузер будет автоматически подбирать но сейчас попробуем короче да я только что открыл другом браузере а другой браузер это chrome то он автоматически определил кодировку вот mozilla что-то не хочет возможно надо установить ну в принципе все то есть ссылка ссылка ну то есть вот эта вот команда будет в описании к видео вот и повыгет если вы залайкаете это видео будет еще отдельный видос по с небольшими примерами как чё и зачем вот но на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся делимся ставим лайки комментируем всем пока